Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугенформ» в студии Виктория Сащенко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Коротко о главном. Брестский регион и Республика Индия. Планы и перспективы взаимовыгодного сотрудничества. День единения Белоруссии и России. Что подарили годы труда и дружбы. Звездный небосклон Московского района пополнился новыми яркими представителями. В администрации состоялось чествование победителей заключительного этапа Олимпиад. Об этих и других событиях прямо сейчас. На текущей неделе на Брещену с официальным визитом прибыл чрезвычайный полномочный посол Республики Индия в Республике Беларусь Пангадж Саксена. В рамках рабочей поездки дипломат посетил мемориал «Брестская крепость-герой», свободную экономическую зону Брест, национальный парк «Беловежская пуща», Брестское отделение торгово-промышленной палаты, а также встретился с губернатором региона Анатолием Лисом. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Подробности в первом материале выпуска. Внешне торговый оборот Брестской области и Индии за 2015 год составил порядка 17 миллионов долларов США. В основном это импорт. На Брещену привозят индийские лекарственные средства, пряжу, консервированные овощи, а также морепродукты. Экспортируют регион дубленую кожу, этиловый спирт, печатную продукцию и текстиль. Однако говорить об использовании потенциала сотрудничества на 100% пока не приходится. В деле укрепления торгово-экономических отношений Брещене и Индии еще есть куда расти. Уверен, что ваш первый официальный визит в Брестскую область в связи с назначением, я думаю, придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству между субъектами хозяйствования наших регионов. Я хотел бы еще раз заверить вас в том, что Брестская область заинтересована в развитии плодосрочного взаимовыгодного сотрудничества и готова к введению конструктивного дела с высокой степенью доверия, открытости, с каждым желающим быть нашим партнером. Панкач Саксена в должности чрезвычайного и полномочного посла Индии в Беларуси работает с октября прошлого года. В настоящее время дипломат знакомится с регионами страны, налаживает деловые связи и контакты. Однако уже сегодня выражает уверенность в том, что направления для плодотворной работы есть и их необходимо развивать. Прежде всего я вижу потенциал в текстильном производстве, фармацевтической промышленности, сфере здравоохранения, импорте морепродуктов. Индийскому деловому сообществу будет полезно узнать больше о свободной экономической зоне Брест, чтобы они могли подумать о размещении здесь своих предприятий. Также мы говорили об еще одном секторе, который позволит наладить в том числе и межличностные отношения. Это туризм. В конце апреля в городе над Бугом состоится масштабный международный форум деловых контактов в Брест-2016. Панкач Саксена выразил заинтересованность в данном мероприятии и заверил, что представители индийской стороны обязательно посетят областной центр Брещины в дни его проведения. Организацию такой площадки для бизнес-сообщества сложно переоценить. Встречи в рамках форума – хорошая возможность наладить конструктивный и предметный диалог. Сегодня важный праздник отмечают представители двух братских государств – Белоруссии и России. День единения народов. Дружеские отношения стран-соседок прошли испытания временем. Они укреплялись, развивались, благоприятствуя двустороннему долгосрочному сотрудничеству. В государствах уже по доброй традиции 2 апреля проходят официальные торжественные мероприятия, конференции, праздничные концерты и культурные программы. В Бресте ежегодно к этой дате готовятся по-особому, не исключение, 20-летие Союза Белоруссии и России. Поговорить о важном, вспомнить вехи истории двух стран, пути их совместного развития, обсудить итоги взаимного сотрудничества государства в областях науки, культуры, образования, экономики и, наконец, обменяться поздравлениями с праздником встретились сегодня представители местной вертикали власти, общественные и культурные деятели в Центральной библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина. О том, как это было, расскажет наш корреспондент София Бережная. Прочные узы славянских традиций, общность культуры и духовности – и это далеко не все, что уже на протяжении не одного десятка лет связывает крепкой дружбой народы Белоруссии и России. Становление прочного союза – долгий путь, который привел государство к тесному взаимодействию в разных областях. Результатом служит долгосрочное двустороннее сотрудничество, развитие масштабных совместных проектов, реализация общих целей. День единения, который в этом году знаменует 20-ю годовщину с момента подписания важного исторического документа – договора об образовании сообщества России и Белоруссии. Повод, который собрал в торжественном зале Центральной библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина – людей, высоко ценящих историю своего народа, чтобы вспомнить истоки тесной дружбы соседних государств. Выступая перед гостями, председатель Брестского городского совета депутатов Николай Красовский подвел итоги сотрудничества Бреста с российскими регионами, дал высокую оценку взаимодействия сторон в области медицины, образования, спорта и культуры. Отметил положительную тенденцию роста товарооборота, наращивания экспорта товаров. Мы успешно торгуем с нашими друзьями, какими группами товаров? Продовольственными товарами. Все знают продукцию наших предприятий Санта-Брема, нашего мясокомбината, Савушкина продукта, все знают брестские плиты, газовые. Успешно выходит на рынки России и наш электроламповый завод. Нужно сказать, что в январе, если можно применить такое слово, проснулся и активно сотрудничает с регионами Российской Федерации наш ковровый комбинат. Его экспортная продукция увеличилась в январе по сравнению с таким же периодом 2015 года в 7 раз. Такие результаты дают положительный прогноз на будущее в экономике сторон. Председатель Брестского городского совета депутатов пригласил к круглому столу гостей мероприятия – общественных и культурных деятелей и представителей образования. В ходе открытого диалога каждый из участников дискуссии поделился наработками в деле совместного сотрудничества. О высоком результате взаимодействия говорят факты. Отличный пример – деятельность Российского центра науки и культуры в Бресте. Только за последний год было проведено 134 общественно-культурных мероприятия, в которых приняли участие более 3,5 тысяч человек. У нас большой популярностью пользуются всевозможные интеллектуальные игры на основе русской литературы и русского языка. Мы также проводим большие конкурсы. В прошлом году у нас конкурс был посвящен 70-летию Великой Победы. В результате этого конкурса мы издали книгу, материалов. И победители этого конкурса были награждены поездкой в Санкт-Петербург и в Казань. Была в прошлом году проведена еще конференция в Кобрине, посвященная 285-летию со дня рождения Александра Васильевича Суворова. И вчера мы также открывали уже после реконструкции дом Александра Васильевича Суворова, в котором он определенный момент своей жизни проживал на территории Кобрина. Мероприятия, посвященные исторически значимым датам, образовательные программы для школьников, концерты, перечень огромен. Главный итог – знание общей истории, взаимодействие сторон, залог тесных дружественных отношений между народами братских государств. В городе над Бугом день единения Беларуси и России – событие значимое. Сегодня в этом можно было убедиться, побывав на официальной встрече. У нас хороший потенциал и резерв еще для дальнейшего укрепления сотрудничества, как в области равных прав граждан, так и по таким направлениям, как медицина, образование, культура. Особенно, наверное, интересно здесь в Бресте культурные проекты, причем, наверное, связанные, конечно, прежде всего, с Великой Победой. Ну, есть и интересный проект, наверное, Первая мировая война. Здесь проходили сражения с войной с Наполеоном. Так что есть поле для работы, у нас есть вместе. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. В 2016 году Беларусь и Россия отмечают День единения в юбилейный 20-й раз. В преддверии праздничной даты в городе над Бугом был запланирован и проведен целый комплекс мероприятий. Среди них открытие специализированной выставки в музее Брест-театральный, который расположен на базе средней школы номер 12 имени Губаревича. На первой экскурсии побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит Анастасия Остробко. Тульские пряники и самовары, дымковские куклы и тагильские подносы, оренбургские платки и павлопосадские шали. В числе экспонатов открывшиеся выставки предметы обихода и убранства, детские игрушки и многие другие шедевры народного промысла, без которых нельзя представить себе культуру и историю страны-соседки. Приуроченная экспозиция к юбилею со Дня единения Белоруссии и России. Ее главная цель – продемонстрировать посетителям красоту и уникальность вещей, которые прославили умельцев, их создавших на весь мир. Поскольку мы все-таки как братья славяне, мы все дружим, поэтому хотелось бы, чтобы дети немножко знали еще и то, что делается в России, какие промыслы, какое народное творчество. Вот именно этому, как бы такой просветительскому моменту, мы хотели уделить внимание. Потому что если старшее поколение знает такое слово, говоришь, допустим, сразу «хохлома», а люди представляют, что это. А многие дети не то, что они представляют, они даже не знают этих слов, ни «гжель», ни «хохлома», ни «палих». Поэтому мы решили взять вот такую небольшую выставку, чтобы могли дети тоже узнать, какие есть промыслы в России, и какие они красивые, какие они интересные. И что, в общем-то, это достаточно интересно, и надо это все знать. Традиционно помогают проводить экскурсии в музее Брест театральный юные экскурсоводы. Ученики 12-й школы города над Бугом уже не один год познают новое сами и с удовольствием делятся полезные информации с гостями. Например, сведениями о том, откуда пошло название куклы «Дымка» и от чего зависит цена тульского самовара. Дело в том, что раньше было деревня Дымково. Это название произошло от того, что в печах горел дым. И в этой деревне так прозвали «Дымковскую игрушку». Ласково «Дымковскую игрушку» называли «Дымка». Самовары были разных форм и у некоторых складывались ножки. Это было для того, чтобы было комфортнее и занимало мало места и удобнее было. Обычно самовары были объемом 3-5 литров, а для больших компаний 12-15 литров. Такие самовары называются армейские или цыганские. Цена самовара зависит от его веса. Чем тяжелее самовар, тем больше его цена. Посетители выставки смогут узнать, как и откуда на Руси появились произведения искусства, которые, пройдя через века и массу трудностей, передаваясь из поколения в поколение, от мастера к мастеру дошли до наших времен. Работать экспозиция будет до конца июня. Вход по предварительной записи. Все необходимые координаты есть на сайте 12-й средней школы областного центра. Анастасия Стропко, Дмитрий Хрущ и Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. К другим темам. На каких условиях, согласно Трудовому кодексу страны, можно работать вахтовым методом в другом государстве? Как получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск и иметь ли право работник продлить трудовой контракт за две недели до выхода на пенсию? Эти и другие вопросы звучали в ходе профсоюзного правового приема граждан на предприятии «Брест-Жилстрой», который провела главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации Татьяна Сидорова. Подробности в сюжете Виктории Драгобецкой. Первый вопрос, который был озвучен в ходе приема граждан, касался организации вахтового метода работы. Тема актуальная, поскольку сегодня многие строительные предприятия, в данном случае Брест-Жилстрой, практикуют такую форму труда среди своих работников. И если одни уже успели получить подобный опыт за пределами республики, то другие могут лишь предполагать о том, как работается на территории сопредельных государств. Среди них Сергей Шкурук, монтажник сантехнических систем и оборудования. О том, как будет организован режим труда и отдыха на месте работы в России, он знает понаслышке. Поэтому и пришел получить квалифицированные ответы на свои вопросы. Работа вахтовым методом кардинально отличается от тех условий труда, которые прописаны у нас в контрактах. То есть ясно прописан график работы с 8 до 5 часов часов и с часовым обедом. Работа вахтовым методом призывает совершенно другой график и по 11 часов в день и 1 час обеденного перерыва. Мне интересно, на какой период времени наниматель и при каких условиях наниматель может изменить нам этот график работы, ну то есть отправить в Российскую Федерацию на какой срок и при каких условиях. И может ли человек отказаться и чем это ему чревато? Вопросы очень разнообразны. В большей части, это где-то практически 52%, составляют именно все-таки трудовые правоотношения. На втором месте идут вопросы по жилищной тематике. И третий вопрос – актуальность именно пенсионного законодательства и его применения в нашей республике. С прошлого года профсоюзные правовые приемы граждан проводятся каждый последний четверг месяца в разных регионах страны. Если раньше их местом проведения были районные городские объединения профсоюзов, то с октября 2015-го консультации проводятся и на предприятиях. Благодаря поддержке правовых инспекторов тысячи людей получили реальную помощь в решении своих проблем. Неправомерное привлечение к дисциплинарной ответственности или работе в выходные дни без предупреждения. Невыплата заработной платы. Все эти случаи – не редкость. Во избежание таких ситуаций на прием приходят сотрудники разных специальностей. Когда мы увольняем человека, ну, например, начало месяца, да, и рассчитать его должны, у нас нет еще приказа на премию в этом месяце, да, какая она будет, и уже по истечении какого-то времени, по конец месяца мы уже знаем, что премия такой-то процент составляет. Так вот, можно ли нам прописать в коллективном договоре, что эта вот премия будет как неоспариваемая сумма, которую мы можем доначислить. Выплата премии по итогам работы за год, квартал, месяц может быть выплачена после издания приказа о ее выплате. Если этот работник работал на момент того, как, допустим, у предприятия была прибыль, то есть он же свой трудовой вклад непосредственно внес в это, поэтому и премия тоже должна за этот период перечисляться. Во время приема граждан Татьяна Сидорова рассмотрела порядка 10 вопросов. Среди них проблема продления трудовых контрактов и деления отпуска на части, условия долевого строительства и нюансы пенсионного законодательства. Некоторые люди делились сразу несколькими проблемами. Те граждане, которые по каким-либо причинам не смогли попасть на профсоюзный правовой прием, могут получить бесплатные консультации на тему защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов, как в областном центре, так и в районах, обратившись к инспекторам труда Федерации профсоюзов Беларуси. Все мы, правовые инспекторы, входим в состав Федерации профсоюзов Беларуси. В областях у нас тоже есть областное объединение. Каждый работник может прийти туда на прием. Есть правовая инспекция тоже в каждом областном объединении. То есть и Федерацию профсоюзов Беларуси. Виктория Драгобецкая, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Совсем недавно из белорусской столицы в родной Брест вернулись участники третьего заключительного этапа Олимпиад по учебным предметам. Пока их сверстники отдыхали на недельных каникулах после третьей четверти, эти талантливые ребята покоряли образовательные вершины, пополняя призовую копилку Брестской области новыми наградами. На текущей неделе в Бресте в администрации Московского района состоялось чествование самых талантливых и одаренных ребят, которые вернулись из Минска с дипломами первой, второй и третьей степени, а также с похвальными отзывами. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. На протяжении многих месяцев, иногда и лет, эти юноши и девушки отдавали свое свободное время книге и наукам, порой оставляя в стороне любимые забавы – походы в кино и театры, прогулки с друзьями и одноклассниками. Они трудились и верили, что это время не пройдет даром, а полученные знания и опыт обязательно дадут о себе знать. Так и вышло. Из 33 участников, отправившихся в столицу покорять образовательные вершины от Московского района, 16 приехали с дипломами и похвальными отзывами. Особенно отличились наши учебные заведения Московского района. Это лицей номер один, гимназий номер шесть, школы пятнадцатая, седьмая и третья. Таким образом пополнилась еще наша шкатулка Московского района достижениями. Особой благодарностью я хотел бы, конечно, сказать спасибо педагогическому составу учреждения образования, которые подготовили наших ребят. А также, конечно же, и родителям ребят сказать спасибо за воспитание и подготовку наших ребят в Республиканской Олимпиаде. В числе призеров традиционно есть лицеисты. В очередной раз лучшими начинающими физиками Беларуси стали представители Брестского лицея номер один имени Пушкина. Сегодня ребята с удовольствием делятся эмоциями и рассказывают о том, с чего начиналось это увлечение. Увлечение точными науками. Готовился долго два года. С девятого класса с самого начала готовились. После уроков почти каждый день до семи часов сидели, готовились. Физика, она более материальная, чем математика. У меня всегда была склонность более к точным наукам, к технике. Но математика немножко абстрактная, отключенная. Физика более приближенная к действительности и к тому миру, где мы живем. По количеству завоеванных наград не уступает Пушкинскому лицею средняя школа номер 15. На протяжении десятилетий в учебном заведении развивались французские культурные традиции. Формировалась полноценная образовательная база. Складывался преподавательский коллектив. Все эти составляющие, по мнению и учащихся, и педагогов, теперь и дают свои плоды. У нас были дополнительные часы с разными учителями по разным аспектам французского языка, таких как аудирование, конкретное говорение, либо понимание прочитанного. Это мы занимались много часов в день. И у нас было еще непосредственно общение с самими французами по скайпу. Я очень хочу, и не только я, чтобы эта тенденция получать победы сохранилась. Что для этого делать? Работать, работать и еще раз работать. То есть я для себя, например, сделала выводы там, где мои дети были несколько слабее в каком-то этапе, как именно мне изменить направление моей деятельности, чтобы убрать эти все недостатки. И буду стараться это все осуществить в моей работе. В администрации Московского района победителей встречали по-особенному торжественно. Ведь каждый из них, справившись на отлично со своим заданием, принес заслуженную награду не только в копилку собственных достижений, но и в целом прославив город над Бугом и доказал, что в Бресте есть сильная образовательная школа, у которой есть чему поучиться. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. В нашем следующем сюжете речь пойдет о городах-тюзках нашего пограничного города. Наверняка в эту минуту все вспомнили французский Брест. Мало кто знает, что областных центров, сел и населенных пунктов с именем Брест в Европе по меньшей мере девять. Кстати, в одной только Франции Бреста два, а не один, как думают многие. Узнать о городах-тюзках, где они расположены, чем живет и дышит местное население, можно на фото-выставке Ирины Шепелевич «От Бреста к Бресту, как от сердца к сердцу», которая открылась в музее «Спасенные художественные ценности». Экспозиция своего рода – часть народной дипломатии, которую поддержал Брестский госполком с целью создать ассоциацию всех Брестов Европы к тысячелетию нашего города. Тему продолжит Виктория Драгобецкая. Все началось с коробки сахара с названием «Брест» на польском языке. Именно тогда я поняла, что кроме белорусского и французского существуют и другие Бресты. С этой фразы автор экспозиции Ирина Шепелевич начала свой отчет о путешествиях по городам-тезкам нашего пограничного города. Поиск Бреста длился два года. В первом экспедиторы посетили Западную Европу и нашли населенные пункты с именем Брест в Польше, Чехии, Германии и, конечно, Франции. Во второй забег, на этот раз по Балканам, путешественники обнаружили небольшие, порой совершенно заброшенные и забытые поселки Тески в Албании, Сербии, Болгарии и Македонии. Кстати, именно последний, Брест-Македонский, запомнился Ирине больше всех. Мы нашли его на горе заброшенный только источник, руины и местные жители, 23 человека, живущие без интернета, на крышах у себя там черепицу, приводящую в порядок землетрясения, никто не восстанавливает. Половина школы есть, половина школы завалена и там занимаются детки. Это произвело, конечно, удручающее впечатление. Опять возвращаясь домой, мы ценили, что у нас не стоят города в руинах и не растут на ЦУМе деревья в разрушенной крыше. Когда мы вернулись, первый девиз мы подхватили у Александра Степановича Рогачука, на дни города родился девиз «Лучше Бреста нету места». И у этой выставки есть другое название «Лучше Бреста нету места». Зачастую брещане-балканцы о белорусском Бресте и не слышали вовсе. Однако с любопытством рассматривали выставку со снимками нашего пограничного города, которую порой экспедиторам приходилось размещать прямо в поле. Слушали о Бресте белорусскими и благодарили группу за знакомство с ним. В итоге путешественники привезли с собой целый багаж контактов и предложения о культурном сотрудничестве. Инициатива о народной дипломатии была поддержана Брестским госполкомом, который решил создать Ассоциацию всех Брестов Европы к тысячелетию нашего города. У нас появилась надежда, что мы создадим Ассоциацию всех Брестов. Такую идею нам, можно сказать, подкинул уже экс-заместитель мэра Владимир Чернов. И мы всячески старались установить контакты именно с властью, с администрацией этих районов, городов, сельских поселков. И нам это удавалось. Когда мы вместе с нынешним посчетным консулом Франции были во французском Бресте, и я просматривал информер погоды, который вытал мне, ну, по крайней мере, больше десятка Брестов, и я тогда обсудил этот вопрос с зам мэра французского Бреста. И мы начали раскручивать эту тему. Через год мы побратались с французским Брестом. И когда появилась инициатива наших друзей, фотографии, которые вы видите, проехаться во французский Брест в честь годовщины Первой мировой войны, я им предложил по дороге заехать в те Бресты, которые уже знал. Как итог, двухлетнее путешествие, новые контакты, колоритная фотовыставка. На снимках не только улицы городов и поселков, но и жители, представители администрации и жизнь нетуристической, самобытной Европы. Пока Ирина ловила моменты фотообъективом, руководитель группы и одновременно главный редактор газеты «Брестский курьер» Николай Александров всю дорогу вел путевой дневник, буквально на коленках записывая, по его словам, колоссальные впечатления. Это открытие для меня лично Европы, не той, которая парадная, туристическая, а самой глубинной сельской Европы, в чем-то где-то неухоженной, где-то ухоженной, в своей истории прекрасной. И были такие неожиданные совершенно ощущения, впечатления, когда мы попадали вдруг по какой-то странной дороге к древнему монастырю 13 века, или когда приезжали в город, а гроза там вырубила электричество, и мы в полной темноте ищем гостиницу. То есть тут и приключения, и прекрасное, и серьезное, и забавное. Все было. А главное, что было ощущение полноты с жизнью. Кстати, в каждом городе есть своя версия происхождения названия города. К примеру, во Франции и Чехии Брест – это что-то красивое и возвышенное, в Македонии – дерево вяз, а в Албании – это пояс, поколение, нечто объемлющее. Работа по поиску новых Брестов будет продолжена. Какая страна будет следующей, организаторы пока держат в секрете. Ну а пока все желающие могут ознакомиться с фотоотчетом от Бреста к Бресту, как от сердца к сердцу. До 1 мая он будет располагаться в Музее спасенной художественной ценности. Мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы просмотра заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. Я, Виктория Сащенко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. 3 апреля город над Бугом будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог, возможно, гололедится. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 0 до 2 градусов со знаком «плюс». Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 13. 4 апреля ожидается поступление более теплых воздушных масс южных широт. Вернется теплая, комфортная весенняя погода. Преимущественно без осадков ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью 4,6 градусов выше нуля. Температурный фон дня плюс 14, плюс 16 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok